Музыка Такого количества артистов наш регион, похоже, еще не видел. В село Ипс ехались группы из Мариэл, Мордовии, Финляндии, Венгрии, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Кульнепермьянского автономного округа. Горловое пение мансийских шаманов, дикая истерика, финских рок-грызунов. Живая музыка звучит на разных языках финно-угорских народов. Таких этнических фестивалей в стране не так много. Еще 10 лет назад никто не думал, что музыку финно-угорских народов будут охотно слушать, говорят солисты группы Иван Купала. Известный коллектив выступает в качестве хедлайнера республиканского проекта. Иван Купала разогревает публику совместным хороводом. Пустается пляс и глава коми Вячеслав Гайзер. По словам руководителя региона, организаторы должны сохранить техническое направление фестиваля. Если выдерживать то направление, которое можно охарактеризовать как соединение культурного наследия и современной действительности, придерживаться этого направления, то тогда он действительно имеет свою изюминку и может не бояться за то, что он вольется как-то и сольется с другими. В день фестиваля открывает сад скульптур, сказочную тропу, ремесленную поляну и финно-угорскую кухню. Там повара готовят национальные блюда. Гости из НАУ угощают похлебкой из оленины Эвэй. Делегация из Марии Алпочет лепешками тувыр-тышковоля. Удмуртия каши гербер. Представители коми предлагают уху и блины. Мордовия разливает напиток поза. Вот это у нас национальный, это абсолютно без градусов, без всяких, безалкогольный напиток. Здесь очень много труда вкладывается, вымачивается рожь, пророщивается, высушивается, перемалывается. В здании конгресс-холла размещается ямальский чум, выполненный из батика с изображением национальных орнаментов народов ханты, мансий и селькупов. Рядом жительница Удмуртия показывает старинный свадебный обряд. Мы одеваем вот такой платок покрывала, который называется чалма. Поверх чалмы одевается налобная повязка, украшающая невесту нашу. Это все сопровождается песнями «Плачем невестам». И вот такая невеста уже выходила к родственникам на свадьбу. Все это видят телезрители нашего канала. Юрган впервые ведет прямую четырехчасовую трансляцию мультифестиваля «Ыбеца». С включением из Воркуты, Ухты и Ижна. Со мной был потрясающий друг, коллега Алексеевич. А со мной была она обаятельная, все-таки телеведущая Светлана Малькова. Ой, спасибо. На мультифестивале «Ыбеца» определяют обладателя путевки на двоих на испанский остров Ибица. Это Ольга Лишнянская из Сыктывкара. Другая жительница столицы Коми Елена Малькова выигрывает автомобиль от Европы плюс Коми. Гости «Ыбеца» не спешат расходиться. Ближе к полуночи последними на сцену выходит группа «Мунбим». Артисты дарят несколько эксклюзивных треков из будущего альбома. Артисты дарят несколько эксклюзивных треков из будущего альбома. Артисты дарят несколько эксклюзивных треков из будущего альбома.